4 ноября у нас прошел митинг дальнобойщиков по поводу состояния дорог и мостов края главным поводом для проведения этого мероприятия был недавний случай у нас в крае когда у нас грузовик нет неправильно потому что они изначально хотели его провести вот этот случай как бы дал дополнительный повод поговорить он повлиял на итоговую резолюцию но они и так собирались это сделать ну а весовый контроль почему устанавливают потому что машины сильно груженые и портятся ввиду этого дороги ну значит надо просто делать дороги человек не делают дороги там где-то завалился мост упал грузовик получается что там есть какие-нибудь объезды а сколько надо проехать километров и по какой дороге по асфальтированной или по грунтовой чтобы сделать объезд а где работает вообще кому принадлежит этот грузовик владивостойской компании или скажем какому-то преображение или еще в каком-нибудь поселке где нету работы и где этот мужик там нашел одну единственную работу ему надо кормить семью если он поедет в объездную по какой-нибудь грунтовой дороге он убьет себе резину ходовку и его просто потом его работодатель выгорит с работы за то что он расходовал такое огромное количество топлива у него есть выбор вообще или нету если поставили человека в такую ситуацию на дороге просто делают не качественно машины как ехать но пускать туда предпринимателям тоже им же они не будут кучу вот этих всех товаров перевозить на каком-то маленьком одном грузовике не не маленьком груза покупатель 10-15 чтобы они ездили по этим мостам кстати смотрите опять же у нас сейчас все перевозки по краю фактически по городу осуществляется на грузовиках то есть там где нас раньше были железнодорожные ветки что-то еще таскали железной дорогой и сейчас просто нет водный транспорт у нас вообще мягко говоря исчез как таковой у нас все сводится к дорогам грузовика почему же не делать дороги такие которые позволят а зачем магистрали увеличить а зачем зачем это что наши проблемы но ты извини меня но чиновник он за чего работали он работает за оклад чтобы делать дороги надо это контролировать выделять деньги на это и так далее это поднимать свою задницу бегать все это за всем за этим смотреть он и так и так получит оклад для чего он это будет делать ну-ка при капитализме у тебя же должна какая-нибудь заинтересованность ты все делаешь ради денег а здесь у тебя какая заинтересованность ты чё едешь по этой дороге на грузовике что ли у нас строятся новые логистические центры артём усуриск большие огромные помещения и опять же будет все возить на грузовиках понятно что возить это будет и мелкие перевозчики частные у дальнобойщика свой газовик он на нем и работает будут крупные логистические компании не является ли это попыткой задушить весь этот малый бизнес и убрать лишний конкурент я бы не сказал что это прям осознанная попытка но так получится само собой потому что если у нас придут какие-то крупные перевозчики то у них расходы в расчете на один грузовик будет значительно ниже чем у какого-то местного перевозчика который на себе тянет бухгалтерию там налоговые юридические отделы поэтому когда к нам придут большие перевозчики они просто смогут предложить меньшую цену перевозки и какое-то время даже демпинговать то есть искусственно опускать ее ниже чем у них затраты за счет других регионов и они просто сначала выдавят местных перевозчиков а потом поднимутся наоборот опять же у нас недавно ввели платон в систему сейчас у нас спутниковые эти кнопки вводят глонасс которые аварийные это все дополнительные расходы дополнительная бухгалтерия опять же это все выдавливает мелких частных перевозчиков какие вещи по силам только крупным компаниям кто может себе это позволить тот же тахограф он стоит денег его сейчас надо обязательном порядке устанавливать на машину крупному владельцу автопака это проще закупить опять же ну кто будет работать там с одним отдельным человеком который покупает себе тахограф устанавливать на свой грузовик то же самое с платоном идет выдавление малого бизнеса то что у нас власть говорит что она будет держать и развивать малый бизнес по факту своими законами она его убивает но и не нужен зачем но действительно это просто с крупными хозяйственными субъектами работа тупо проще когда у тебя сотня мелких перевозчиков и когда у тебя один говоря перевозчик с сотней водителей есть большая разница точнее зрение тоже будут тебя значительно сопрещаясь административно это вот работает просто ли мы вполне можно встать на сторону этих дальнобойщиков которые вышли на митинг действительно их лишают куска хлеба и заставляют их выкидывать с рынка их лишают работы ну ребята вы понимаете что вы этим не просто так занимается ну с одной стороны вы конечно занимаетесь этим чтобы заработать какой-то кусок хлеба но с другой стороны часть из вас все-таки стремится выбить выбиться в крупные перевозчики когда-нибудь то возможно в отдаленном будущем понимаете у вас это сделать не получится когда у вас рынок уже грубо говоря по деле но там есть какие-то крупные монополии у вас это чтобы это сделать вам придет надо сожрать эту крупную монополию как вы можете сожрать если у вас 100 рублей в кармане а у него 1000 он вас все равно победит в любом случае нет ну я немножко не соглашусь да вообще для мелких извозчиков есть время определенные люди переезжают из квартиры в квартиру ну какая крупная компания логистической будет заниматься такими мелочами обычно занимаются этим участники небольшие вот опять же сдачи там вывести картошку наоборот привезти на дачу там мебель что-нибудь опять же в любая деревня у нас там какой крупный логистический центр то будет отправлять грузовик по разбитой дороге чтобы нам что-то из этой деревни урожай вывезли привез какую-то технику так раз нише для мелких частных перевозчиков и собственно нише для них есть почему их интересно нельзя учитывать и допустим законодательстве вычеркнуть из системы платона допустим или разрешить их как нибудь там ну понимаешь это все равно рынке объедки с рынка перевозок по сути то есть это работа которая требует больших хлопот скажем так а зарабатывать вы не будете при этом повредите крузовик на этих дорогах которые потеряете куча времени это не рентабельно и если со временем крупный перевозчик у вас придумает как взяться за этот рынок вы потеряете свой бизнес потому что вас просто выйдет с рынка тогда вопрос получается а как у нас принимают законы вообще что у нас депутаты ходят вообще и спрашивают у мелкого бизнеса у мелкого перевозчика что он хочет у них есть крупные перевозчики которых крупные компании они приходят с ними разное что они хотят в их целях они принимают законы тем более они как правило заработал за зарплату а с этих можно что-то помает а что ты там помаешь мелкого который надо бы к чему зачем к нему идти разговаривать вот есть вот этот вот один которого он знает из которого если он примет закон который его будут удовлетворять он с этого сам еще что-то поимеет у нас мелко буржуазные партии и такое псевдо мелкую буржуазную партию под названием но как раз могли видеть на этом митинге и собственно его то что говорилось со сцены тесно переплетается с их идеологии краски мелкие буржуазные партии они обещают перевозчикам в том случае дальнобойщиков что их бизнес будет защищен если они будут выступать за их партию и действительно данный митинг был полностью пропитан и сделан в курсе нода они уносили свой флаг показывали демонстрировали то есть есть не только ниши для мелких частных перевозчиков грузовиков но есть и ниши для этих маленьких партий я бы не сказал что это именно буржуазная партия скорее буржуазная партия это допустим опора россии там что-то это четко четко мелкий бизнес вот это такое объединение которое выдвигает политические требования поэтому требование достаточно крупное это ширине полноучия президента изменение конституции это не требование мелкого бизнеса условно говоря но они тем не менее сочли необходимым взяться за требование мелкого бизнеса ну видимо потому что почему тогда эти дальнобойщики и мелкие частные предприниматели не идут в коммунистическую социалистические партии ну во первых у нас нет сейчас адекватных коммунистических и социалистических партий как это не грустно звучало во вторых ну идеология частного мелкого частного бизнеса она все-таки ближе к ноду как ни странно это звучит потому что они с одной стороны понимаешь что нужно что-то делать с другой стороны очень этого бояться но то им предлагает относительно такое хоть какое-то понимание ситуации цель за что бороться если мы вот это сделаем нам будет хорошо на митинге была еще такая тема затронута что вот технические состояния машин которые дал мы уже сказали про нагрузку сухого веса машины на ось а вот расскажи по своей практике что было находки и как там полицейские оббирали всех этих водителей я работал знакомый на камазе находки его там тоже остановили полицейские и присудили штраф он работал в такой крупной компании но и там вот не было не было не штрафовали и тут начали штрафовать за эту капелька масла масла которая потекает с грузовика ну он пришел себе в компанию начал там ругаться как так вы мне выдаете машину я сейчас за эту машину еще должен из своей зарплаты выплачивать какие-то штрафы в общем там назначена была комиссия и ему дались человека с которым он должен был прийти на эту комиссию когда он пришел на комиссию этот человек сказал прочитал технические характеристики от завода камаз и сказал что привел такие факты в этой комиссии что от завода изготовителя допускается такой не допускается а капелька масла должна падать раз в час приблизительно и это вполне нормально это допустимая норма то есть для того чтобы оштрафовать этого человека необходимо было устроить какую-то лабораторию там на месте проверять а капелька ли масла падает с этого камаза в час или больше ли это превышает на что там сидели полицейские они ему ответили но знаю что нас эти законы как бы то что ты говоришь нас это мало интересует он сказал как это ну автомобиль выпущен на нашем заводе техническая характеристика дана этим заводом значит это это получается законы российской федерации вам смысле все равно назову на законы российской федерации федерации а и и и и и Продолжение следует...